я снова всех приветствую дорогие друзья у меня новая покупка в dns решил я до конца обновить свой компьютер и приобрел себе вот такую видю ху это у нас geforce gtx 1660 давайте посмотрим что у нее тут есть эта серия gaming у с она у нас 6 гиговая получается у нее штатная частота 1530 мегагерц и в turbo режиме 1860 вот здесь вот написано 6 гигов gddr5 ну в общем давайте посмотрим коробочку что на ней тут нарисовано кстати это у нас версия с тремя вентиляторами два вентилятора крайних крутятся в одну сторону а средний в обратную также имеется три трубки для охлаждения гпу задний бэкплейт и подсветка но в принципе она у нас будет стоять в системнике и мы этого особо не увидим но если только когда крышку будем открывать в общем вот такая здоровая коробка задний интерфейс видео подключения у нас получается три дисплей порта не один hdmi если интересно вот я приближу тут характеристики до блок питания нужен 450 ватт сама видеокарта в turbo режиме потребляет 160 ватт давайте вскрывать смотреть что у нас внутри нашей коробки да что еще хочется сказать ядер арти в этой видеокарте нет но трассировку лучей она поддерживает но трассировка не особо быстро и я наверное не буду даже и включать но может быть включу просто проверю так она но говорят что очень медленно все там происходит в комплекте идет у нас драйверы и инструкция в принципе это нам не нужно так наклеечек никаких ничего не положили и давайте посмотрим саму нашу видеокарту видеокарта вот такая вот длинная сейчас я посмотрю сколько она по длине длина у нее 28 сантиметров давайте вскроем посмотрим вот так вот она выглядит такие тут вентиляторы задний бэкплейт но это пластик вилка питание на 8 пин опять же повторюсь по подключению 3 дисплей порта и hdmi ну выглядит довольно таки так уверенно вот видно внутри три трубки проходит в принципе можно было взять и подешевле на полторы тысячи обыкновенную но тут у нас улучшенное охлаждение и небольшой разгон с коробки в общем взял вот такую вот видюху ну что ж давайте установим ее поставим драйверы ну и потестируем в каких-нибудь игрушках что она нам покажет ну в общем давайте устанавливать итак друзья давайте заменим нашу видеокарту я предварительно заменил кабель питания для видеокарты откинул 6 пиновый потому что на 1050 нужно было именно его и подключил 8 пиновый уберем старую давайте кстати сравним их по габаритам ну как вы видите сантиметров так на 5 на 4 она новая длиннее в общем выглядят они вот так кстати вертушечки тут поменьше чем вот на этих и также подсветка тут тоже имеется но вот это вот видюху надо будет продавать так убираем заглушку так и как-то надо аккуратненько видюху туда нашу тулить так видеокарта села и сразу прижму подключил питание все собрал кстати поменял здесь еще шнур вот этот вот на двойное питание я в принципе заметил то что он у меня есть и одиночный я убрал но в общем посмотрим теперь как 1660 будет работать в паре с 9400 в принципе я сейчас все собираю устанавливаю драйверы ну и ночную тестировать тестировать новую видеокарту мы будем связки с процессором intel core i5 9400 f оперативки у нас 16 гигабайт ну вот вы можете сами посмотреть какие конфигурации и игры на тесте у нас сегодня будут ведьмак 3 метро эксодус resident evil 2 звездные войны новые и shadow of the tomb rider ну в принципе относительно есть и новые и старые в общем давайте все посмотрим начнем мы с метро мся автобернер я уже запустил вот у нас тут рива тюнер уже завелся ну и давайте запустим так значит подсоточку у нас fps 95 уходи чужак опасно здесь так давайте опять же по настройкам видео разрешение extreme ну единственное то что вот heartworks nvidia rtx выключена трассировка лучей и hairworks отключена итак друзья пригнал я вот эту вот штуку я не знаю как это назвать вагон прикатил и надо девочки отдать медведя я там по дороге его у демона твоего мишка мишка ты вернулся ты просто герой мишка мама мишка вернулся так в общем короче смотрите где-то все таки в среднем где-то в среднем около 60 fps спасибо вам огромное снимаю я на видео спасибо братишка ты настоящий мужик и я твой должник снимаю я на nvidia shadow place поэтому конечно есть потеря все-таки производительности где-то на 35 кадров здоровья хочу я показать вам еще трассировку лучей вот как мы видим сейчас у нас 63 fps да и давайте включим тройки муки видео так вот она трассировка лучей включаем на высокая делаем можно сделать еще круче но это не в нашем случае вот смотрите как изменилась картинка конечно прорисовка такая прям но видно то что тени присутствуют но играть вообще нереально вот сразу нас упала 16 15 еще и вот так вот сюда но что брат готов к последнему рыбку в общем с трассировкой лучей на этой видеокарте я лови тебе нечего дал конечно можно сделать на среднее там поэкспериментировать но я не думаю что будет нормально в общем такие вот дела вот такое метро трассировку мы пожалуй отключим вот еще ультра можно поставить но мы выключаем и сразу полтинничек все хорошо но так среднем как мы видим у нас в метро где-то от 55 ну и вот если такая локация в общем такие пропажи ты моя ох я переволновалась пока ты в этом терминале возился ермак говорил ты вагон пригнал какой же ты у меня молодец заболталась я соскучилась имею право ладно идем в общем что можно сказать в метро на этой видюхе и в связке с этим процессором играть очень даже комфортно никаких проблем глюков лага фризов ничего нету но в общем игра мне понравилось это видео картой играется еще приятнее чем раньше можно посмотреть красивую графику в общем с метром на этом все но дальше продолжим смотреть уже ведьмака тоже на максимальных настройках в общем встретимся в ведьмаке итак следующая игра у нас ведьмак давайте посмотрим настройки настройки видео общее все у нас на запредельном запредельное запредельное и постобработка тут у нас также все на высоком но единственное можно будет подключать так даже загрузилась довольно таки быстро секунд наверно за 30 я сейчас нахожусь в тусэнте в самом центральном их нем городе давайте пробежимся посмотрим 71-75 поезд какие-то подергивания присутствуют в принципе картинка довольно таки неплохая надо будет размытие вот это включить оно мне нравится колени ломит сейчас было 60 как вы видите да призы есть давайте потрубаем все вот эти nvidia hairworks и посмотрим что будет без этого ну вот на десяточку сразу поезд поднялся в жилах тусанта течет около 80 сантиметров теперь отлично играть нужно без проблем никаких и горганий тут призор даже наверное образ будет и 4к монитора если поставить кадром как 60 на 4к будет в общем красиво все выглядит знаешь какой должен быть лак княжества в леса я уже бегать не буду тут и так у нас достаточно и растительности и людей в общем около 80 кпс в ведьмаке как мы видим играть можно играть комфортно видюха себя нормально показывает все тянет в общем где нет людей практически 90 так давайте следующую игру в общем что это это не это не это не 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 Субтитры сделал DimaTorzok There it is, the station Hello? Is anybody here? There it is! There has to be someone here Not good David, Marvin, you there? I found a way out, it's in here I have to find that guy So, what do we see? We have 60 frames, it's in here So, what do we do? Here we can do it Ah, no, it's just a chance to increase 60, so, where we have vertical synchronization? Here we go Here we go Here we go Here we go And we can do it 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 Let's go Let's go Let's go And we can do it And we can do it Let's go Let's go Let's go Let's go Jedi Fallen Order Let's go Let's go Let's go defensi ПРОС 10 60 Рактикальная синхроризация Так, настройки высокие Но, наверное, давайте стиль сделаем в средний. Так. Хорошо, сглаживание. Ну, пока вот так вот. Так, и продолжим. Так, перейдем к грузовым вольтам. В общем. Ну, это вот такие вот своеобразные попрыгушки. В детстве я такое любил играть. Но сейчас мне не особо интересно бегать по стенам. Ну, как в Кринс Персии. Во всем прочем. Графика красивая. Все яркое такое. Необычное. Ну, конечно, мне кажется, графику можно будет еще сделать поменьше. Графика, видео. У нас настройки 1920. FPS 60. Вертикальная синхронизация отключена. Ну, и в принципе, все на высоком, кроме тени. Можно сделать на запредельное. Но будет тогда подтормаживать. Фринс Персии. А мы этого не хотим. Так, нам надо на тот лифт. Так. Нет. Приехали мы на лифте. И нам, по-моему, надо назад. Или бы назад. Сейчас посмотрим. Так. Не сюда просто. Порубили живность. В общем, играть можно. Взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату? Ты храбрец. Ну, в общем, что можно сказать? Играбельно. Играть можно. Единственная игра на любителя. Мне такие игры в последнее время не заходят. В общем, переходим к Ларико. Последнюю игру на сегодня мы рассмотрим Shadow of the Tomb Raider. Так, давайте посмотрим, какие параметры. Экран и графика. Так, могу короче. Высокие, древние, 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 минимальные, минимальные. Ну, давайте высокие поставим. Чтобы не так было прям страшно сначала. В общем, давайте посмотрим на высоких. Как оно себя поведет. Итак, высокий пресет графики, как мы смотрим под 90 FPS. Извините. Такая сцена, откуда же тут много людей, много раз. Мы связались с Верховным Советом, командир. Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Прости. Лиона, Доменгис не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Бископ из-за кита. Виноват. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Вы еще обходной будете. Доктор, сон мучился с усомлением. Осторожность не помешает. Мы очень любим. Спасибо. Пора идти. Да? Доменгис хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял. Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Не бойся. Иди. Играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Так. Ну что можно сказать. На этом, наверное, я все свои тесты буду останавливать. И мы видим, на данной менюкарке можно поиграть во все современные игры. На хороших настройках. Либо на высоких, либо на средневысоких. Ну, даже можно, если покрутить правильно рычаги настроек. Можно выбрать оптимальный вариант. И будет классная графика. И не будет никаких призов, тормозов и прочего. Надеюсь, видео будет вам полезным. Занимательным. И вы узнали что-то новое для себя. О данной связке данного железа. Ну, а на этом все. Как всегда, до новых видео. И до новых встреч. Всем пока. Продолжение следует.